А сейчас мы переходим к детям. Я сразу скажу, что в России, в том числе и в Хабарске, реализуется национальный проект под названием «Успех каждого ребёнка». И сегодня у нас в гостях Юлия Азотова, начальник управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Края. Как я понимаю, этот национальный проект преследует цель найти индивидуальный подход к каждому ребёнку. Потому что не секрет, что изначально детей в школе делают одинаковыми. С одной стороны, это удобно, а с другой стороны, теряется индивидуальность. Вы согласны? Надо сказать, прежде всего, что никогда школа не ставила свою цель сделать детей всех одинаковыми. Конечно же, в последнее время очень большое внимание уделяется именно индивидуальному подходу к детям и развитию каждого ребёнка в соответствии с его способностями, возможностями. И, конечно же, у нас есть региональный и федеральный проект «Успех каждого ребёнка» – национального проекта образования. Какую цель преследует он? Вот именно этот проект нацелен на то, чтобы создать условия для ребят, независимо, где они живут, какие у них способности, есть ли у них ограничения по здоровью, инвалид ли это, или он живёт в маленькой совершенно деревне, или у него даже школы нет, и его подвозят в школу, или в какой-то другой населённый пункт, чтобы у него была возможность развивать свои способности и возможности. А это можно сделать через разные, разными способами. И вот именно в «Успех каждого ребёнка» предлагаются такие механизмы. Что это может быть? Да, что это может быть за механизм? Ну, прежде всего, создаётся новая система и новый подход к организации региональной системы дополнительного образования детей. Мы понимаем, что в школе у нас есть стандарты, и там программа, ну, скажем, нацелена на выполнение стандартов. Она отличается несколько в разных школах, но, тем не менее, стандарт для всех один. В дополнительном образовании всё по-другому. Здесь можно варьировать, делать программы разной направленности, есть нормативные документы, но строго определённого стандарта должно быть так. И здесь нет. И поэтому в каждом субъекте и в Хабаровском крае формируется своя региональная модель организации дополнительного образования. Какую цель мы преследуем, когда создаём эту модель? Наша задача, чтобы в каждой деревне ребёнок получил возможность реализовать своё право на занятиях дополнительного образования по шести направленностям. Это и туристко-краеведческая, это и художественно-эстетическая, и техническая направленности. Потому что, наверное, не везде есть такая возможность на сегодняшний день. И поэтому создаются муниципальные опорные центры, на базе которых можно будет и дистанционно получать, если такого нету в деревне или в каком-то селе. Кроме этого, ставится задача именно на техническую, естественно, научную направленность, потому что именно это направление развивает интеллектуальные способности детей, а таких программ было меньше, было больше художественно-эстетической направленности. И плюс, конечно же, это как один из механизмов развития, и плюс, конечно, это обновление содержания самих дополнительных программ. Не секрет, что иногда мы выбираем то, что есть, а не то, что надо ребёнку, и то, что хотелось. Если ему хочется заниматься робототехникой, для него должна быть робототехника. Если ребёнок поёт, и ему надо развивать эту наклонность или способность, тогда и для него такая ваша возможность. Я могу сказать, что наш телефон 45-66-45. Если у вас есть свои мысли по поводу дополнительного образования, если вы считаете, что что-то происходит неправильно, либо есть какие-то предложения по тому, как это должно быть, звоните. Вот, вы знаете, иногда одного желания-то недостаточно, да? Вот хочет ребёнок заниматься робототехникой или, наоборот, хоккеем, да? Но ведь эти курсы, как правило, не бесплатные, и стоят они достаточно дорого. Соответственно, может ли государство как-то помочь в этом направлении? Вот сейчас как раз и создаётся новый подход, новый механизм. Он называется механизм персонифицированного финансирования дополнительного образования. Такая длинная слова, но мы его сокращённо называем ПФДО. Вот этот механизм позволяет распределить финансовые средства на те кружки, которые выбирают ребята. Независимо у индивидуального предпринимателя, если у него есть лицензия, у негосударственной организации, если у него есть лицензия. Если эта организация заходит как поставщик, и их программа проходит лицензию, экспертизу, и допускается для реализации, потому что жёстко сейчас каждую программу рассматривают, то тогда она включается в механизм и может получать бюджетные средства. И тогда дети, каждый ребёнок, записавшийся через систему персонифицированного финансирования, будет иметь право на получение дополнительного образования в определённом объёме на сумму. Бесплатно? Да, абсолютно. То есть фактически возвращаются те самые советские детские кружки? Возможности. Сейчас тоже есть возможность бесплатная. О которых до сих пор с тоской вспоминают. Меня когда-то пытались устроить сначала фото кружок, потом кружок крестнования. Я не ценил, что это бесплатно, и твои журналисты. Но вот вы знаете, это всё получается на уровне какого-то сертификата, который выдают каждому ребёнку, потому что... И какова сумма? Потому что, может быть, ну, например, если есть гипотетические, например, 5 тысяч рублей в месяц, ну, например, а кружок стоит 7 тысяч, то ребёнку придётся доплачивать? Вот в данном случае действительно так. Номинал сертификата определяется в каждом муниципалитете по-своему. В зависимости от финансовых средств, в зависимости от условий, которые есть. И тогда есть программы, которые стоят по-разному, да? То есть каждая программа у неё будет разная стоимость. Есть, например, если по сертификату там условно 7 тысяч, то он может выбрать две программы по 3,5, условно, тысячи, да? И ходить на два кружка бесплатно. Если же он выбирает программу, где сама программа стоит 10 тысяч, то тогда родитель не 10 тысяч платит, а доплачивает только 3 тысячи. А если одна программа 5 тысяч, а другая 8, то ему тысячу в одной из программ просто придётся доплатить? Да, да, совершенно точно. Таков механизм сейчас, который запускается. Запускается сложно, скажу честно сразу. Не всё сразу получается, не сразу все всё понимают. Очень трудно идёт подготовка нормативных документов, но наша задача в этом году запустить этот механизм и дальше его отрабатывать. А в каких населённых пунктах? В 14 районах у нас будет перераспределение средств уже, в этом году в 14 территориях, на следующий год во всех территориях. Не только в Хабаровске? Нет, конечно. 14 муниципальных районов, за исключением Северного. А вы не думаете, что для каких-нибудь отдалённых посёлков, но это фантастика, там не хватает обычных учителей часто, а тут вы хотите ещё и дополнительные образования? Вот здесь, смотрите, в чём наша задача, да, как управленцев, и задача управления на уровне муниципалитета. Если нет возможности, например, найти специалиста дополнительного образования, то есть возможность организовывать, например, смены на каникулах, когда ребёнок выезжает и осваивает эту программу на каникулах. Есть возможность по дистанционному, дистанционные программы, технологии применять. Сейчас на самом деле очень сильно развивается этот спектр и это направление. И надо отметить, что именно задачу дистанционных программ мы ставим очень серьёзно для тех территорий, которые отдалённые сельские поселения. Плюс ещё какая возможность у нас появляется? Есть такая ещё сетевая форма реализации программ. То есть, например, сельское поселение, но условно Богородское, хоть там есть школа, есть и учреждение дополнительное, или декастрии. Но там есть, например, такое замечательное, скажем, предприятие, которое нефтеперерабатывающее, или которое у нас Сахалина ведёт трубу. Вот если там есть возможности ребёнку получать дополнительное образование в части профнаправленности, то... Нефтяникам? В том числе. Ну, мне кажется, скучно будет. А вот смотрите, одна из задач дополнительного образования, ведь мы ходим туда там, где нам нравится, раз нам там нравится, мы потом углубляемся и идём на профессию. Одна из задач дополнительного образования – это профориентация. И сейчас компании очень заинтересованы в том, чтобы ребятах приходили к ним и дальше шли учиться, потому что есть дефицит кадров и в этих компаниях. Ну, и не надо вести специалистов в будущем с Запада страны. Конечно. И они здесь на месте будут проходить и растить их будут. Понимаете? Они тоже выходят на нас с такими предложениями. Это вот мы затронули только один механизм в проекте, в региональном проекте «Успех каждого ребёнка». Но там ещё куча механизмов. Там есть такой механизм, как работа с одарёнными детьми. То есть вот здесь возможность всем. А вторая возможность – это ребята, которые проявили какие-то способности в науке, в искусстве, в спорте. Вот как быть с ними? Им же тоже надо создавать условия для развития. Для этого создаётся региональный центр по поддержке и развитию одарённых детей. Он у нас уже создан, но участвовать в конкурсе на получение субсидий мы будем через два года только. А как это может быть практически? К примеру, вот ребёнок в Декастрии, вот прирождённый музыкант. Как будто бы, какой ребёнок одарённый, а какой не одарённый. Они же все одарённы по-своему. Одарённость вообще считается. Каждый ребёнок одарён по-своему. И для этого, чтобы проявить, какие, скажем, проявляются в больших, больше у них успехов, проводятся разные конкурсы. Вот, допустим, есть ребёнок, который замечательно поёт. Для него мы должны создать условия, чтобы он поучаствовал в конкурсе прежде всего. То есть мы должны организовать так работу с детишками, чтобы как можно больше на школьном уровне было олимпиад, конкурсов, где ребята проявляют свой талант. Вот он проявился в музыке. И тогда мы говорим, что у нас есть региональный центр, который может предоставить тебе возможность месяц жить и заниматься, так как, например, в Сириусе смена, и заниматься целый месяц замечательным преподаванием по Пиме. Нет, зачем? В Хабаровске. Можно и в Хабаровске найти такие преподаватели. И у нас сейчас как раз и мы вместе с Министерством культуры и Министерством спорта, именно вот три министерства, организуют такую работу, где партнёры наши, в том числе и колледж музыкальный, в том числе и наши площадки, региональный модельный центр, который развивает, именно работает под образованием с ребятишками талантливыми, и созвездия, наш центр, где мы проводим такие профильные смены уже сейчас для ребят, в том числе и для художников, которые... Юлия Владимировна, у меня есть некоторые сомнения, но сначала дам слово зрителям. Пожалуйста. Здравствуйте. Алло, Алла Петровна. Здравствуйте. Алло, говорите. Светлана Петровна. А, я не могу. А, я хочу спросить женщину, что это самое, дети так загружены в школе, вот первый класс пять уроков, старые классники шесть-семь уроков. Они до того приходят, что, как говорится, еле-еле домой доходят. Потом дополнительно все образования, которые они ставят, всё это платное. Откуда же этих денег можно взять? Во-вторых, нефтяники, вы сказали. Вот, закончили ребята в институт, нефтяники, и без работы. Вот вам и вся профессия. И оттуда это можно с первого класса получить? Мы не знаем, что мы через год у нас какие профессии нужны, а через 10 лет тем более, никто не знает. Спасибо за звонок. Вот первая часть, сорвали с языка. Хотел тоже спросить, вот мы вот с точки зрения взрослых об этом думаем, а с точки зрения ребёнка, я помню себя в этом возрасте, я больше всего хотел, чтобы я пришёл из школы, меня не трогали, чтобы я занимался тем, чем мне нравится. Да? А вот вы уверены, что все дети действительно захотят и будут в силах ещё учиться чему-то ещё? Вот не поверите, мы сейчас открывали группы с нашим партнёром Яндекс, с компанией Яндекс. Так называемый проект мы реализуем Яндекс.Лицей. Ребят туда отбирали очень строго путём нескольких туров. Преподавателей, которых мы учили, тоже отбирали. Из 148 человек у нас прошло только 4 человека для того, чтобы обучиться поехать. Так вот, не поверите, при этом жёстком отборе конкурс был, и ребята, которые прошли, вот мы сейчас открыли 5 групп, пока только в городе Хабарске на 4 учреждениях, ведь они с удовольствием пришли, потому что они понимают, что здесь они научатся тому дополнительно, чего ещё нет в школьной программе. И это им позволит быть успешным и на рынке труда в том числе. И если Яндекс.Компания сейчас с ними начинает работать, и точно так же две группы самсунговских набрали, то, конечно же, особо успешных ребят они будут забирать. Ну, знаете, это хорошо, что такие понятные вы и дети нашлись, которые понимают, что вот это позволит им быть успешным. Обычно в подростковом особо возрасте не то, что там не задумываются об успешности в будущем, вообще ничем заниматься не хотят. Но если быть более приземлённым... А мы не послушаем, что в социальных сетях написали. В социальных сетях родители, конечно же, говорят о том, что наша школа учит неправильно. Ну, это всегда так, мы уже это знаем, да. Но считают, что порой у нас учителя ненамного умней школьников. Видимо, в каких-то вопросах школьники уже и выигрывают. Но, с другой стороны, считают, что просто родителям в первую очередь надо больше заниматься со своими детьми, читать с ними, играть в развивающие игры. Тогда дети не будут вырастать оболтусами. Кроме того, считают, что всегда школа ориентировалась на средних детей. Кто поталантливый и посмышлённый, те уже сами себе искали дополнительные знания. Кому не надо это, те, кое-как доучивались до 9 класса и считают, что разбредаются просто по ПТУ. А некоторые родители, вот, к примеру, пример одного из классов в нашем городе, 28 детей в классе. И все 28 детей обязательно уходят к репетитору английского языка. Задают вопрос... Репетитор-то радуется, а? Репетитор, конечно, радуется, и причём не один. И задают вопрос наши телезрители, разве эти дети не одарённые, раз их вот уже с первого класса отправляют к репетиторам? Ну, у каждого представление одарённости своё. В науке есть своё представление одарённости. Мы подходим к тому, что считаем, что каждый ребёнок одарён по-своему и в своём направлении. Ну, всё-таки выражу своё второе сомнение. У меня впечатление, что вот мы занимаемся не той проблемой. На самом деле проблема в самой школьной программе. А вы, вот, как бы, грубо говоря, плюнули на неё, ну, пусть там будет нескучно, да? То есть пусть там будет скучно. А нескучным пусть дети занимаются в дополнительном образовании. А мне кажется, можно сделать, как в Финляндии, вы наверняка изучали, что там в самой школе занимаются только тем, что интересно, да? То есть там вот нет, насколько я знаю, экзаменов, нет практических оценок. Дети изучают то, что им интересно, оно в форме игр. Вот как вам такое вопрос? Ну, я, наверное, не соглашусь со всем, что они только изучают то, что интересно. А то получается, что в школе они умирают со скуки, зато потом пойдут на дополнительное образование. Оставшие. Они тоже будут тогда ради интереса. Но сегодня мы с вами один проект обсуждаем. Успех каждого ребёнка. Вот когда мы будем обсуждать с вами второй проект, который называется «Современная школа», я расскажу, что происходит и будет происходить дальше именно в содержании школьного образования. Ну, вы согласны, что там вот есть и скучные предметы. Ну, с какой точки зрения скучные? У нас обычно рассуждают, а зачем мне астрономия или там, зачем мне шахматы? А с другой стороны говорят, надо всем шахматы, потому что он развивает интеллектуальный. Надо всем астрономить. Как это? У нас были космонавты, а сейчас их нет. Ну, условно я говорю, да? То есть у каждого человека есть своё мнение по поводу школьного образования и по поводу дополнительного образования. А может быть ещё всё-таки очень многое зависит от того, может ли преподаватель вот действительно сделать предмет интересным и заставить детей… Заставлять не надо. Ну, я имею в виду пробудить в них желание учиться, изучать этот предмет. Вот действительно сделать предмет нескучным и перевести его, но при этом выполнить стандарты, да, которые всё-таки зарегламентированы. Это большое мастерство педагога. Поэтому и для педагогов есть проект, который называется «Учитель будущего», и о нём мы тоже поговорим. Ну, с удовольствием, только, видимо, уже в следующий раз. Я боюсь, что вот немножко утомили уже зрители, это всё интересно, но продолжим в следующий раз. У нас в гостях была Юлия Зотова, начальник управления общего дополнительного образования Министерства образования науки Хабаровского края.